Спасибо большое, что приехали еще раз от хабаровчан и от тех, кто приехал. Спасибо. Вопрос такой, вот у вас в лекциях, я изучаю немножко недавно, месяца 4, мало информации про контакт с землей. Вы рассказываете про ацкезы, природу, воду, бег, динамика. Допустим, у человека сидячая работа, ему надо двигаться, он живет в доме, ну вот как я. Мне надо уборку сделать, все спеть за детьми. И плюс огород, да. То есть хабаровчане меня поддерживают, знают, что многие у нас из-за того, что плохое качество продуктов, вынуждены выращивать что-то сами. Вот как лучше эту работу делать, как настраиваться и насколько она полезна в сравнении вот с другими методами, которые... Ну, методы, которые я предлагаю, они очищают организм. А земля просто дает отдых человеку. Вот чем ниже человек живет, тем лучше отдыхает ночью, расслабляется. Можно просто на земельку прилечь. И отдыхать. Расслабляет человек. Отдыхать на земле. Вот отдыхайте. Я из другой планеты просто прилетел. Был у вас период жестокой судьбы. Он закончился года полтора назад где-то. А что с вами случилось? А что вам не хватает? А что вы перелезали? Зачем? Изначально. Интересно. Я поняла, что это не пошло. Что? Он рассеянный. У него на третьем слое, который связан с концентрацией внимания, у него сильный статический динамический блок. Ему надо статические упражнения делать, делать длительное движение и убирать эту рассеянность. Он не замечает опасности. У вас тоже есть такое. Тоже на третьем слое. Тоже рассеянность есть. Нужно очищать психическое тело. У него очень сильное статическое напряжение. Он чувствительный и очень ранимый. Из-за этого медленно все срастается. Статическое напряжение дает воспалительные процессы делать в организме. Нужно убирать в воде, лежать, плавать в бассейне, с неподвижным положением тела делать. Потом длительное движение. Хорошо? Это акарма с прошлой жизни приходит. Вы совершали насилие в прошлой жизни, то ли воином там были. Помните, сны свяснятся вам, да? Ну вот, там что-то воевали вы, да. И поэтому сейчас вот из-за насилия получаете результаты. Ну а с кезами можно это убирать все. Ну давайте вот вы спросите. А вы, если вам сесть надо, чтобы вот со мной говорить, сесть надо. Да. Вам же тяжело, вам тяжело же в Владивостоке жить. Там не подходит климат вам, копятся блоки, нарушен сон у вас там, вы там мерзнете, нарушено пищеварение, там тяжело выйти замуж. А здесь легче. Ну вы постепенно найдете себе по специальности работу. Вас здесь расслабило, вы ничего не ищете просто. Повар, значит, повар. Я повар в йога-центре. Ей надо психологией заниматься со временем, со временем. Надо ее пристроить, чтобы она помогала вам. Видите, зато вы с хорошими людьми работаете, так? С прекрасными. Ну а там, в Владивостоке. Ну а и зачем вам это надо? Не надо. Вот люди часто думают, что если они едут в какой-то большой город, значит, они себе делают лучше судьбу. В большом городе меньше энергии, природы. Там человеку тяжелее жить, там суета, напряжение. Люди там расходуются, теряют силы, потом разрушают себе жизнь из-за этих копеек, там каких-то денег. Но если человек развивается хорошо, аскеза совершает добрые дела, молитву. Он хорошо развивается, то он в любом городе развивается лучше. Если вы, допустим, здесь будете развиваться как личность, вы здесь быстрее лучшими станете. Там много людей, которые могут стать лучше. А вы здесь быстрее сможете. Надо развиваться и никуда не надо бежать. Здесь хорошо жить. Здесь энергетика мягкая, люди добрые. Мы бегали, очень можно легко проверить город, просто когда бежишь. Начинаешь со всеми всем счастья желать, здороваться на улице. Люди в крупных городах реагируют очень туго. Могут вообще отвернуться. А здесь сразу все «А-а-а-а, здравствуйте!» Это признак того, что хорошая среда. Люди радовались нам, здоровались с нами в ответ на наши позы. Кто бегал, тот видел, как это происходит. Есть очень добрая атмосфера такая, доброжелательные люди. Если правильно настроиться, то будешь притягивать всех хороших людей и будешь развиваться. Смотрите в перспективе свою жизнь. Не смотрите вот на ситуативно. Конечно, только переехал в какой-то город, еще не устроен человек. Ему надо потихоньку включиться в отношения, разобраться во всем. Понятно? Все развиваетесь. Женщина в очках. У него очень тяжелый период. Этот развод поразил у него. Он динамический блок создал. У него энергия вечности пострадала. Он как уперся в стену в жизни. Ему может помочь только длительное движение. Четыре часа надо ходить раз в шесть дней. Если он будет это делать, он через полгода пробьет блок этот, который сформировался очень глубоко в психике. На пятом слое он не курит. Обычно при таких блоках люди курить начинают. Или кофе пить. Кофе не пьет. Вот. Ну вот. То есть, динамический блок на пятом слое. Человек на кофе подсаживается или на сигарету. И теряет волю, самобладание. Такое становится весь в тумане. Как ежик в тумане живет. Длительное движение непрерывное. Вы можете начать сами это делать и ему советовать. И постепенно вы пройдете три стадии судьбы. Первая стадия спокойствия по поводу него. Потом влияние. То есть, вы будете ему рассказывать, как вам хорошо ходить. Как у вас меняется самочувствие. И потом он тоже подключится и победит свою жизнь. Спасибо огромное. Еще маленький вопрос. Есть сайт? Спасибо. Да, это высший сайт. Секретный. Он только высшим людям известен. Вы тоже, наверное, высший человек. Да, то есть, это... Они все, это все эти люди, самые высшие. У вас... Где вот этот домик неизвестного архитектора здесь? Где двери в одну сторону откладывают? А? На кубика они потом все... Место встречи изменить нельзя. Они все потом на кубика будут собираться там и контактировать. Вот. А? Нет, я точно знаю, что это такое. Это влияние злых духов. Потому что я изучаю философию. Вот вы, допустим, если бы вы изучали, есть симптоматика, допустим. Вот, допустим, человеку можно просто рассказать немножко слов. И он вам скажет, что это там брюшной тиф, допустим. Или это чума. Или холера. Понимаете? То есть, ну, врачи обладают методом диагностики. И если изучать милость сверху, милость свыше, она идет двумя способами. Первый способ. Человек молится, совершает аскезы. И в нужный момент ему чуть-чуть ангелы что-то шепнут. Вот, допустим, мать Тереза, она не один раз только голос неба услышала. Когда у нее совсем было не в моготу, ее орден не принимал тот вид деятельности, который она совершала. Они считали, что это не является служением Богу. Помогать нищим там каким-то. Вот. Образовывать детей. Собирать нищих там. Лечить людей. Помогать им. Они не считали, что это служение Богу. Они считали, что это просто мирская деятельность. Благотворительность. Вот. И ей пришел голос неба, что она услышала, что это является служением Богу. И в результате еще один орден специально сделали. Один раз она услышала. А эти люди слышат каждый день. Просто потому, что они что-то хотели узнать. Они что, лучше матери Терезы? Мать Тереза это святая, которая ушла в духовный мир. Есть ангелы, а есть духи. Злые духи. Вот. Ну. Ангелы руководствуются служением. Вот. Допустим, если человек служит людям, ему для служения нужны какие-то способности. Бог открывает ему эти способности. Я никогда не развивал в себе способности. Я просто служил людям. Постепенно Бог открыл мне все мои способности. Но те люди, которые хотят сильно, хотят быть лучше других, они хотят возвыситься над людьми. Они очень жаждут этого. И через эту жажду к ним входят способности тоже, которые они получают от злых сил. И чем отличаются те люди, которые действительно имеют от Бога способности, от тех, которые имеют от злых сил. Те люди, которые от Бога имеют способности, они скромнее себя ведут. У них нет вредных привычек. Они ведут чистый образ жизни, молятся. А те, которые от злых сил получают, у них много пороков. Они себя очень гордо ведут, доказывают всем свою силу, пытаются повлиять на людей. Вот эти люди все заканчивают психбольницей, потому что злые духи, они не просто ожидают им вот эти возможности. Они забирают их сознание потихоньку себе. И когда сознание у человека уже отнимается, то он теряет разум. Моя хорошая, у меня здесь нет никаких сомнений. Мне все понятно. Я изучал это, приходил к этим людям специально в гости, смотрел, как они себя ведут. На эти сборы вот эти все ходил, изучал это все. Я сам лично в молодости занимался гипнозом. Я мог загиматизировать человека легко. Но я увидел демонизм этих действий всех. Вот это все, я на себе вот проверил, как это работает, что это через злые силы действует. У меня нет никаких сомнений в этом во всем. Я знаю, как это работает. Когда людей обучают, подчиняя своей воле, это чистейший демонизм. Когда контактеры вот эти, они там высшую истину как бы получают просто потому, что они захотели это сделать. Ведь очень много было людей, которые похоже себя вели, как Иисус Христос или как Мухаммед. В религиозной культуре это очень сильно исследуется. И если человек недостоин, ну, ему считается, что он подвержен влиянию злых сил. Настоящие люди, которым приходят откровения, они очень скромные, никогда себя не выпячивают, никогда не показывают на вид это все. Не склонны отдавать свою жизнь людям. Посмотрите в глаза этим людям, как они себя ведут. Вы видите, что у них много опломба, таких амбиций. Они такие все очень крутые. Я пришел в такое как бы место. Они знали, что я известный человек. Они все такие очень обрадовались, что я к ним пришел. И один мужчина подошел ко мне, ко мне говорит, садись рядом со мной. Я сел рядом с ним. Он говорит, глотай. Ну, глотательное движение делай. Я смотрю, мне не получается. Он говорит, я у тебя забрал глотание. Теперь глотай. Я глотаю. Он говорит, я тебе вернул глотание. Будешь учиться у меня. Мне говорит. Потом я говорю, хорошо, спасибо. Вот. Только встал, подходит женщина другая. Говорит, иди ко мне подойди. Я подошел. Он говорит, вытягивай руки. Я вытягиваю руки. Она мне говорит, у тебя вот эта рука холодеет. Это нагревается. Я смотрю, это холодеет, это нагревается. А теперь вот это холодеет, это нагревается. Я смотрю, так и есть. Говорю, да, да, так и есть. Она говорит, у него не надо учиться. Будешь учиться у меня. Я подумал, ну, чему мне учиться вот у этих людей? Их амбиция, их желание господствовать над людьми. Не этому учиться. Что им там вещают истину. Знаете, Священное Писание, это не глупое Писание. Там описано, что любой человек, который несет истину, у него есть учитель, наставник. И он смиренно себя ведет. Он не навязывает эту истину никому. И он ведет, висет не свою истину. Не свою. А только то, что сказано в Священных Писаниях, он передает просто это. Он от себя ничего не говорит. Эти люди все говорят только от себя. У них нет духовных учителей, у них нет посвящения. Нет цепи ученической преемственности. Нет древней традиции, в которой они находятся. Все это признаки того, что знание от Бога идет. Нужна древняя традиция. Цепь преемственности нужна. Святые должны быть в этой традиции. Это, ну, человек должен соблюдать правила определенные. Вот, допустим, в каждой духовной традиции есть посты, есть обеты, есть правила молитвенные, есть много-много правил. Но эти люди, они говорят, ничего не надо, просто слушай меня, ты поймешь истину. Если меня будешь слушать, то поймешь истину. Ну, все просто. Это называется профанация духовного знания. Помогают, помогают. И взамен у человека забирают его веру. Вот они тебе помогли, и ты начинаешь в них верить. Когда ты начинаешь в них верить, они у тебя отнимают квартиру, машину, говорят, жертвуй Богу, то есть мне. Они объявляют себя Богом, эти люди, или наместником Бога, мессиями. То есть, это все демонизм чистейший, это демонические влияния. Есть духовные традиции. Христианство, мусульманство, там, ведическая культура, еврейская культура. Это все древние традиции, истинные веры. Там все очень серьезно, строго. Предосудительно относятся все они вот к этим вещам, которые вы сказали. Причина есть в этом. Почему так? Потому что там люди занимаются прелестями. В христианстве, допустим, христиан молится, и он видит, что ему открывается что-то там, какое-то знание о ком-то. Он это считает прелестью, потому что его цель – это любовь к Богу. Он как бы не хочет кичиться, и он скрывает, что ему что-то открылось. Если посмотреть христианские фильмы, допустим, подходят к святому человеку люди из деревни, говорит, у нас два месяца не было дождя, сейчас урожай погибнет. Может, что-то сделать? Он говорит, я не могу ничего сделать, я просто обычный монах. Ну, вы идите, обязательно Бог вам поможет. И как только он это сказал, начинает идти дождь через минуту. Они говорят, да, спасибо тебе, ты помог. Он говорит, да я ничего не делал вообще, я тут ни при чем. Понимаете, очень скромные эти люди, очень скромные. И они сами ничего не делают, это Бог делает, потому что они этого хотят. Есть люди, которые имеют способности. Они обычно очень гордые. У меня был один знакомый человек. Нам нужно было распространять духовную литературу на Дальнем Востоке. И для этого нужно было, чтобы министр Дальнего Востока подписал об этом разрешение. Вот. И один мой знакомый, он сказал, что я могу прийти к нему на прием без очереди. Там очередь была, там невозможно было попасть. Это в Москве было. И как бы он говорит, ты пойдешь со мной. Ты мне там тоже нужен. Будешь угадывать болезнь. Чтоб он нам поверил. У меня есть сила пройти куда угодно. Я говорю, ну давай попробуем, раз у тебя такая сила есть. Пришли в дом правительства, министерство правительства России. Там охрана стоит. Все оцеплено. И он подходит к вот этому месту, где это проходят люди через просветку. Смотрит на охранника, говорит, это со мной, на меня. Он такой смотрит на него стеклянными глазами, говорит, проходите. Мы проходим через охрану, поднимаемся к министру. Он говорит, вставай, в конец очереди. Я встаю в конец очереди. Он подходит к двери, туда прям к двери подходит. Секретарша такая на него вылупилась, такая смотрит. Он стоит. Дверь открывается, человек выходит. Он говорит, пойдем. Мне, говорит. И смотрит на министра. Так, прямо в глаза ему. И секретарша говорит, вы без очереди, мужчина. И министр начал угорать. Просто смеется, сидит и все. И он, мы прошли, и она, секретарша, заходит. Они без очереди. Министр говорит, ладно, оставь их. Все нормально. И я начал ему рассказывать про его болезни. Он начал просить возможности распространять духовную литературу на Дальнем Востоке. И за 10 минут мы решили вопрос. Потом этот человек был праздник, духовный праздник. Приехало несколько тысяч человек, и он проходил на свежем воздухе. И этот человек, он в это время две недели ничего не ел. Постился. И собрались тучи, и начал идти дождь, и разрушалась вся программа. И к нему пришли, говорят, а ты можешь тучи разогнать? Он такой, ничего не ответил, пошел, короче. Встал в ледяной ручей, руки поднял к небу. Через полчаса туч не было. Небо стало чисто. Потом он начал очень сильно собой гордиться. Создал свое какое-то движение. Перестал заниматься духовной практикой. начал грешить. Это результат, когда человеку даются силы, он становится гордым. И разрушается его духовной жизнью. Потому что любые силы, которые человек, Бог человеку дает, это испытания. И эти испытания не все люди могут пройти. Это очень опасно. Часто люди начинают гордиться собой, пользоваться этой силой для своих целей каких-то подтверждений. Понятно? Будьте осторожны. Ваш вопрос? Пока создается, что-то делать доброе. Понятное слово это есть? Не знаю. Я не буду... Это политический вопрос. Не буду на него отвечать. Потому что когда вопрос политический, то он двойственный. У меня лекции слушают по всем мире люди. В Украине, в Европе, в Америке, в России. И когда я начинаю оценивать политические оценки какие-то давать, то многие люди разочаровываются, теряют веру, страдают потом сильно. Поэтому я как бы стараюсь быть вне политики. Вы сами решите, как вы считаете нужно. Хорошо? Вопрос. Вопрос. Но там два момента. Если ты, допустим, хочешь жениться, желание сильно, ты любишь девушку, то это с одной стороны у тебя показывает, что это значит надо жениться, если она тоже согласна. А с другой стороны надо понять, что желание нужно превращать в служение. Вот, допустим, если ты желаешь с девушкой пожениться, то значит это, чтобы это желание нейтрализовать, чтобы оно не превратилось в страдание, надо, значит, перед ней выполнять свои обязанности, служить ей, заботиться о ней. И желание превращать в служение. Тогда нейтрализуется вот эта ситуация опасности. Вы сейчас осуждаете женщин? Женщина создана по образу и подобию супруги Господа. Если бы это было не так, никто бы женщин не брал замуж, никто бы в них не влюблялся. Если что-то плохое ты перед собой видишь, что ты тогда в это плохое влюбляешься, берешь его замуж. То есть есть энергия любви. Она исходит от женщины. Все люди хотят любви, дети хотят любви, пожилые люди хотят любви, мужчины хотят любви. Женщины дают любовь всем. Они сотканы из любви. Они дают любовь, но при этом они тоже хотят себе счастья. У мужчины допустим счастьем является желание победы, достижение уважения. Вот мужчина хочет, чтобы его уважали. А женщина хочет, чтобы ей дарили цветы, допустим. Что чье желание лучшее? Что мужчина хочет уважения или что женщина хочет цветы? Какое желание лучше? Никакое. То есть и женщина имеет право на свое счастье и мужчина имеет право на свое счастье. И счастью надо служить. Вот допустим, вы думаете, женщинам легко уважать мужчин. Они все видят насквозь в вас. Вот она жена смотрит на вас и видит все ваши недостатки. И обязана с вами соглашаться, вас уважать. Это серьезная аскеза. мы не видим аскеза другого человека. Нам свои только видны, думаю, я так стараюсь, она ничего не старается. Мои хорошие, я хочу вам сказать одну вещь. Пожалуйста, будьте осторожны, есть разные виды оскорблений. Можно оскорбить женский род и как бы тебе будут доставаться одни бабки ежки. Ну то есть если ты оскорбляешь оскорбительно к женскому роду относишься, женский род тебя накажет. Можно оскорбить мужской род и мужской род тебя накажет. Можно оскорбить пожилых людей тебя пожилые люди будут наказать. Можно детей оскорбить к ним пренебрежительно относиться и дети тогда тебя накажут. Можно оскорблять начальство или правительство страны тогда правительство будет тебя наказывать или начальство. Ну то есть человек всегда должен учиться быть вежливым и понимать божественный замысел Есть и недостатки у всех людей, есть у правительства недостатки, у старших недостатки, у женщин недостатки, у мужчин Но нужно понять, что мы не лучше, у нас тоже есть недостатки, мы тоже их имеем Когда человек непретензионно относится к этому миру, то он имеет право на милость А если он претензионно относится, он будет лишен милости Там живут несчастные люди, дикари, лицо ужасное, доброе внутри, крокодил не ловится, не растет кокос Лишены милости люди Будьте осторожны Ну А так мужчины не могут без женщин жить Любой мужчина, он без женщины, а тем более, когда он мучается, страдает Вот женская природа и мужская по-разному устроены вообще Вот женщина, допустим, может одна остаться, если она любит и прожить всю жизнь одна Она может так А мужчине это очень тяжело Вот мужская природа, она требует вот этой вот заботы, внимания Особенно, когда мужчин в стрессе находятся Все сразу мамочку ищут, там себе женщину Через вас наказание идет, то, что он не был сдержан Надо было подождать, не надо было так быстро, немедленно Всегда, да, когда человек торопится Это плохо Ясновидящие Это те, кто видит, да Видит сильно Не, не существует Но он же сам захотел жениться Вижу Мои хорошие Ясновидение, это немножко другое Да не то, что вы думаете Ясновидение, это когда человек Знает, что будет с людьми Это очень редкий дар Моя хорошая, я немножко пошутил с вами Потому что вам трудно ответить на вопрос Трудно Что формально вы правы Ваш муж, ваш отец предал свою жену, вашу мать Предал Потому что ей очень трудно сейчас там на небе Вы это чувствуете, страдаете Что она очень верна, ему всю жизнь была И он так раз, резко так жик И слетел с катушек Через вас ему идет наказание Иногда мы становимся причиной наказания Для своих близких людей Если они совершают плохие поступки А мы не хотим это наказание им давать Мы не хотим А оно идет через нас Я вам могу сказать, что в этом случае надо делать Но сможете вы это сделать или нет, я не знаю Потому что это непросто Мне пришлось так разок действовать Если вам надо наказывать старшего А вы не хотите Вы можете очень сильно молиться Богу И сказать Господь, это твоя душа Это твой слуга Пожалуйста, сам разбирайся с ним Это для меня старший человек Я не могу плохо думать о нем Я не могу это делать Ты мне на меня завалил ношу Которую я не хочу нести Я не хочу наказывать этого человека Пожалуйста, наказывай сам, если надо Отдайте Богу это наказание Заставляйте его это делать Не наказывайте своего отца сама Но на вас давит сейчас сила это наказание Вот судьба хочет, чтобы вы его наказывали А вы сопротивляетесь И заставьте судьбу наказывать самой его И если вы сможете Прям силу при молитве Силу свою примените То тогда Бог сам будет разбираться Будет он наказывать или нет Это его воля И вообще, когда человеку надо наказывать Тех, кому ему не положено наказывать Лучше всего так и делать всегда Говорит Господь, пускай пребудет воля твоя Почему я должен свою волю? Если я плохо думаю о ком-то То моя воля начинает действовать А я не хочу, как бы, проявлять волю на отца Он мне подарил жизнь Он озаботился обо мне много лет Он вел себя с мамой хорошо Но все люди ломаются на этой земле Все люди приходят испытания И я тоже, возможно, не выдержу своих испытаний Поэтому я не могу его судить Зачем ты меня заставляешь его наказывать? Вот такая молитва должна быть И если вы сможете правильно настроиться То это наваждение так раз И резко вам легче станет Но вы никогда не сможете с этой женщиной Близкие отношения строить И не надо вам это Просто с папой молитесь за него У него сейчас своя семья Он немножко подальше от вас стал Субтитры сделал DimaTorzok